Дорогие друзья, сегодня я хочу рассказать вам еще об одной жемчужинке Вечного Города, про монастырь Святой Франциски Римской. Раз в год 9 марта двери монастыря открываются для публики, по случаю годовщины кончины Святой Франциски. Монастырь расположен у подножия Капитолийского холма, между базиликой Санта-Мария и Нарачелли и театром Марцелла. Монастырь был основан Святой Франциской Римской и открыт 25 марта 1433 года. В день праздника Благовещения. Мы сразу же попадаем в монастырский дворик 17 века. Большой дворик имеет портики с трех сторон. В одном из портиков стоит огромная скульптурная группа Святой Франциски с ангелом, созданная скульптуром Галли в 1850 году. Запомните, этот ангел будет присутствовать на всех фресках, которые мы сегодня будем с вами рассматривать. В центре дворика находится восьмиугольный травертиновый колодец. Только что я показывала кадры, когда я зашла в монастырь в 9 часов. А эти кадры я уже снимала через час. Обратите внимание, сколько желающих пришли посмотреть монастырь. Поэтому, дорогие друзья, всегда советую приходить сюда пораньше, перед открытием, чтобы первыми не спеша пройти по монастырю и спокойно все рассмотреть. Так выглядит схема монастыря. И вот сюда мы идем. Там оратория расписана фресками, которые рассказывают о жизни Святой Франциски Римской. Иду одна, строго по указателям. В этом монастыре есть еще современная часть, но мы зайдем туда чуть позже. Меня сейчас интересует старая часть монастыря. В Риме в 1384 году в знатной семье древнего рода родилась девочка. Ее назвали Франциска. С детства девочка очень сильно отличалась от сверстников. Она любила одиночество, изолировала себя как отшельник, погружалась в покаяние и молитву. Она хотела полностью посвятить себя Богу. Но в 12-летнем возрасте ее выдают замуж за Лоренцо Панциани, принадлежавшего к богатому роду пастухов из района Трастевери. Жених и невеста до свадьбы не были знакомы и даже не встречались друг с другом. Но, несмотря на это, супруги прожили вместе почти 40 лет. Одна из стен этой большой комнаты почти полностью украшена историями об искушениях Святой Франциски Римской. Строительство комнаты и ее убранство относятся к годам сразу после смерти Святой Франциски. Десять панно расположены в два ряда. Они выполнены в технике монохромной фрески. То есть фреска написана при помощи только одного цвета. Здесь использован преимущественно зеленоватый цвет. Под каждой фреской есть описание. Общая тема фресок такова. Святая Франциска бежит от страшных и многоликих демонов, а ангел, присутствующий во всех десяти панно, помогает ей. Помогает победить и прогнать ужасных демонов. Однажды ночью, когда Франциска молилась, ей явились три демона. Один в образе льва, другой в образе дракона, а третий в образе змеи. Демоны перевоплощались и по-разному испытывали Франциску. Однажды ночью Франциска пошла поменять одежду больного мужа и встретила трех демонов, переодетых в религиозную одежду. Они издевались над ней, что бедная Франциска испугалась и убежала. Демоны постоянно придумывали что-то новое. Здесь мы видим, как демоны принесли в комнату Францисский труп и бросили его, а потом на него толкнули Франциску, чтобы испугать ее. Муж Франциски болел. Она решила пойти на кухню, разогреть плитку и использовать ее как грелку. И тут она встречает демона в образе змеи. Ее ангел отгоняет змею дубинкой. Потом демон возвращается в образе льва, чтобы вновь преградить путь Франциски. Демон принимает образ святого, которому Франциска питала особое почитание, и приглашает ее прийти в его обитель, чтобы попытаться отговорить ее от основания своей конгрессии. Если присмотреться, то техника фресок разная. Вероятно, работали несколько авторов. Предположительно, над этими фресками работали Биноццо Гацоли и Антониаццо Романо. А может быть, и художники их школ. Последняя реставрация датируется 1984 годом. Сейчас мы спустимся с вами в маленькую келью, где молилась святая Франциска. Продолжу рассказ про Франциску. Франциска вышла замуж и переехала во дворец Панциани в дом родителей своего мужа. С ними под одной крышей жил и старший брат мужа со своей женой Ваноццей. После смерти свекрови именно Франциска стала хозяйкой дома. Франциска очень часто помогала бедным и больным людям. Сама помогала и невестку Ваноццу приобщила к этим занятиям. У Франциски родились трое детей, двое из которых умерли от чумы. Но она всегда терпеливо переносила боль, несчастье и неудачи своей семьи. Несмотря на свою активную благотворительную деятельность, Франциска была заботливой, внимательной женой и матерью, которая никогда не ставила свои духовные дела выше семьи. В течение всей своей семейной жизни она всегда управляла своим большим домом в районе Трастевери и никогда не уклонялась от домашних обязательств и тяжелого физического труда. А ангел-хранитель всегда был рядом с ней и освещал ее своим светом в ночные часы. Она была женой, хозяйкой, матерью и была в поисках более высокого, более полезного духовного призвания. Но однажды в ее жизни произошел переворот, которого она так ждала. После 28 лет Союза муж наконец-то принял желание жены и согласился вести целомудренную жизнь в браке. Франциска не оставила мужа, более того, она продолжала жить с ним до самой смерти, разделяя последние тяжелые годы болезни и физических страданий. Она помогала и заботилась о нем до конца. И, наконец-то, я захожу в ораторию, в которой четыре стены расписаны фресками. Оратория украшена фресками XV века. Цикл состоит из 25 сцен. Предположительно, фрески были выполнены Антониацио Роману и его мастерской. Главная центральная фреска – Мадонна с младенцем, а по бокам – Святая Франциска с ангелом и Святой Бенедикт. Под каждой фреской – описание сцены, изображенной на фреске. Оно написано на римском языке того времени. На одной из них написан год создания фресок – 1468. Помимо жития Святой Франциски, фрески рассказывают нам о жизни города в XV веке. В день Рождества 1432 года Франциска в видениях посетила мессу, которой служил Святой Петр в присутствии Девы Марии и была принята им как обладка. На этой фреске изображен перегонщик Мулов, который рубил дрова и отрубил себе почти всю ступню. За пять месяцев гангрена достигла серьезной стадии. Франциска узнала об этом, приготовила смесь и помазала ей ногу. Так она спасла жизнь молодому человеку. Франциска часто помогала больным, раздавала им еду, одежду, ухаживала за больными. Она ездила по окрестностям Рима, собирала целебные травы для госпиталя. Но свидетели утверждали, что для того, чтобы исцелить больных, Франциске даже не требовалось никаких трав. А достаточно было только одной молитвы. Очевидцами было описано около 60 таких случаев. Когда умерла свекровь, свекр долго не хотел доверять Франциске ключ от кладовых. Опасался, что она все запасы может отдать бедным. Но однажды он стал свидетелем чуда. Когда Франциска раздала бедным вино и зерно, она начала молиться. И после молитвы опустошенные корзины и бочка были вновь заполнены зерном и вином. Слева мы видим фреску, которая рассказывает историю о немой девочке. Франциска прикоснулась к языку немой девочки, и та заговорила. На этой фреске изображено еще одно чудо. У одной семьи была парализована дочь, ее на руках принесли к Франциске. И Франциска пообещала, что через три дня она будет ходить. Так оно и произошло. Франциска шла по району Монти и услышала плачь женщины, потому что у нее умер ребенок. Франциска взяла на руки ребенка, прочитала молитву и вернула матери живого ребенка. Мужчина, получивший тяжелые ранения в голову и признанный врачами неизлечимым, был отправлен к Франциске, которая прикоснулась к его голове и исцелила. Исцеление горбатого мальчика Раненым воинам тоже нужна была помощь Франциске, и она помогала. Франциска основала братство облаток при церкви, куда принимала женщин, которые не хотели или не могли связать себя монашеским обетом, но при этом могли, как Франциска, вести жизнь христианских подвижниц и заниматься благотворительностью. 1 марта 1433 года Франциске было видение, что она с сестрами под покровительством и защитой Марии. На этой фреске мы видим, как Франциска исцеляет молодого человека, который получил в драке 9 ножевых ранений. Память об этих ранах осталась как шрам. Много раз в своих видениях Франциска держала на руках младенца Иисуса. За этим наблюдала Мария, ангел, а с правой стороны мы видим святого Павла с мечом, Марию Магдалину и святого Петра. Однажды, возвращаясь из базилики святого Павла, Франциска с сестрами остановились у ручья. Франциска в экстазе зашла в воду по колено, и когда вернулась на берег, сестры увидели, что одежда у нее совершенно сухая. Здесь на фреске тоже изображено исцеление больного. Был голод, не хватало еды. Франциска взяла последние крохи хлеба, благословила их, прочитала молитву, разделила на 15 человек и накормила сестер. 9 марта 1440 года Франциска умерла. Последними ее слова были такие. Небеса открываются, ангелы спускаются. Архангел выполнил свою задачу. Он стоит передо мной и манит меня подняться с ним наверх. Мы видим, как душа Франциски поднимается на небеса. Сопровождение ангелов, которые играют музыку. Душа Франциски поднимается на небеса. Душа Франциски поднимается на небеса. Тело Франциски было выставлено на почитание верующим, а 12 марта она была похоронена в церкви Санта-Мария-Нова. Реклама В нише на стене находятся фрески со сценами ада. Они приписываются более позднему периоду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы прошли с вами по монастырю Святой Франциске Римской, который был открыт 25 марта 1433 года. А вы слышали про этот монастырь? Бывали здесь? Если будете планировать поездку в Рим в марте, обязательно возьмите на заметку этот монастырь. Он открывается один раз в год 9 марта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... А сейчас, дорогие друзья, мы зайдем с вами еще в две часовни, которые были построены и расписаны чуть позже. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...